Гидроавиасалон в этом году собрал более 180 компаний. Среди них авиаразработчики из Индии, Китая, Франции и США. В этот раз, как отмечают организаторы салона, на выставке увеличилось количество самолетов малой авиации. Сейчас у России новые горизонты развития морской авиационной техники. Во-первых, у нас и моря стало больше. После воссоединения России с Крымом теперь у нас новые задачи здесь, на Черном море. После принятия решения президентом о новом освоении Арктики, новой перспективы для развития арктической морской авиационной гидротехники. Поэтому работа и не проворот. Многие из выставленных экспонатов уникальные. Некоторых технологий, как отметил Дмитрий Рогозин, нет нигде в мире. Заместитель председателя правительства вместе с губернатором края Александром Ткачевым и отечественными разработчиками осмотрели павильоны выставки. Там не только реальные образцы, но и научные разработки российских и зарубежных институтов. Одной из изюминок выставки стал многоцелевой отечественный вертолет «Ансад». Вертолет развивает скорость до 260 км в час, и его можно использовать для пассажирских перевозок, доставки грузов, поисково-спасательных операций и патрулирования. Очень здорово, что правительство Российской Федерации сделало так, что такое объединенное шоу, я бы сказал, и морское, и авиационное в виде гидравиасалона проходит уже традиционно здесь, в Геленджике, в нашем крае. Мы всячески это поддерживаем, потому что Краснодарский край – это практически все побережье Черного моря, Азовского моря, Теплого моря, куда приезжает огромное количество туристов. Краснодарский край, я бы сказал, такой морской регион, поэтому нам нужна техника, нам нужны новые навиграционные системы, нам нужны новые технологии, и нам нужно перевозить огромное количество грузов, естественно, пассажиров, наших туристов, как это происходит, собственно, в наших городах или странах-конкурентах. В рамках гидроавиасалона прошло заседание морской коллегии. Участие в нем принял губернатор Александр Ткачев. На совещании в том числе обсуждали и как улучшить работу переправы через Керченский пролив. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.